итак друзья продолжаем наше увлекательное занятие придет пришлось мне сделать две части видео что-то в первой части так закрашивался на я говорил что приболел тут немножко вот итак продолжаем значит ставим нашу шайбу фиксатор и затягиваем самоконтрящуюся гаечку так ты что творишь у нас тросик так ставим пружинку пружинку теперь ставим уже одну 2 нам ни к чему достаточно будет нам 1 вот так вот мы аккуратно поставили и затягиваем до того момента пока у нас не появится небольшое усилие на рычажке так пока свободно свободно вот вот уже он почти у нас не отходит так обратить внимание друзьям заболтался и даже забыл поставить пружину регулятора газа автоматического так вот мы это сделаем закаживался в глазах потемнело так вот так вот так сразу стоит отметить что этот рычажок нам нужно согнуть немножко вниз чтобы у нас не мешал тросику отвели его вот так вот так все у нас свободно работает так теперь заправляем наш тросик для этого для этого откручиваем вот этот винт заправляем тросик подроспушился уже тросик тяжеловато заправлять ну ладно то что продемонстрировать вам этого будет достаточно вообще конечно не нужно так делать сейчас делал делайте аккуратно чтобы ничего не распушалась из-за экономии времени приходится вот такой ерундой заниматься так сразу стоит вывести рычажок регулятора газа минимальное положение у косилки сделали пока здесь сильно не затягиваем давайте вот в этом месте затянем как следует берем головку ключик на 8 и затягиваем наш тросик зафиксировали тросик рычажок минимальное положение берем ключик на 10 и отвертку и уже затягиваем наш тросик как следует хорошо проверяем ход рычажка все есть от минимума до максимума все работает так поставим наш воздушный фильтр опять у меня чуть-чуть не вмешается камера хорошо ставим воздушный фильтр не забываем вставить на место шланг в клапанную крышку хорошо задевает затягиваем две гаечки м6 без особых усилий держится замечательно итак друзья на этом уст наша установка двигателя закончилась обязательно конечно же нужно будет сейчас все это нам попробовать давайте сейчас свезу косилку вниз будем заводить замечательно не в сторонку итак открываем топливный краник задвижку оставляем пока закрытой включаем питание двигателя тумблер как его базовый бокс не и дергаем заводим так проверяем все ли у нас выключена нейтраль так режущий аппарат выключен поехали так так вот так вот так Даем на холостых прогрессе немножко моторчику. Не забываем, что у нас там гайки и все закручены. А месяц косить я, конечно, сейчас не буду. Смотрим, что я пора для вас. Достаточно. Теперь давайте обратим внимание на сам режущий аппарат. Хочется о нем отдельно рассказать, но совсем вкратце. Так, здесь у меня стоит так называемая самодельная косогонка. Сейчас я, конечно, ее уже делаю на лазере. Вот все это выглядит гораздо аккуратнее. Но стоит отметить одно. Обратите внимание, здесь вот в этом месте, прям приближу, как следует. Вот это вот стоят полиуретановые вставочки. То есть вот этот узел уже не звенит, как сумасшедший, не бьет. Его уже не нужно выставлять по щупу, как это обычно бывает 0,1 мм. Вставляю эти отбойнички такие и очень этот узел работает мягко. Так, теперь что еще стоит сказать. Вот обратите внимание, на моей косилке стоят и нижний, вот этот красный, и вот этот верхний кожуха. Вот, а также ко мне обратился товарищ, говорит, нет у меня кожухов, сделай, пожалуйста, мне кожуха. Вот, вырезал я вот так же на лазере вот эти кожуха. Вот они стоят в виде заготовочек сейчас. Вот это верхний получается кожух. Вычертил я его нижний. Пока это заготовки нужно будет, конечно, они тут подзаржавели уже у меня, стояли. Зачищу их, согну и будет все в первозданном виде, как здесь вот у этой косилочки. Сразу стоит отметить, что вот без этих кожухов косить на самом деле тяжеловато. Если особенно высокая трава, она ложится прямо на мотор, на редуктор, забивается все. И за собой уже тащится такой, сюда все это ложится, и тащится огромный ворох. Получается, сток сена можно тащить даже на этой косилке. Но это ни к чему. Достаточно поставить кожуха, и все будет аккуратно. Итак, друзья, на сегодня я буду заканчивать свое видео. Оставлю подписи под видео, свои контакты, свой телефон, свою почту. Обращайтесь, задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии. Вот, подписки, отписки, лайки, дизлайки. Ну, как всегда, все на ваше усмотрение. Всего доброго, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok